Почему? Ну, а чем еще заниматься? Как говорил Лев Толстой, помните, был такой Лев Толстой, знаменитый писатель? Он говорил так, хочешь быть счастливым, говорит, будь, вот так. Хочешь ликовать, ликуй, а не хочешь ликовать, не ликуй. Все, а повод всегда найдется, повод для ликования, если кто хочет ищет повод ликовать, он найдет повод. Хорошо, дорогие друзья, все, значит, мы продолжаем ликовать, радоваться, учить Тору, учить энтузиаст. Да, шавуа Товыча, можно сказать, хорошей недели, хорошей недели. Сейчас у нас начинается новая неделя. Что она нам принесет? Уже после шабата выходим, вот я лично выходил после шабата, и думаю, ну, что еще Всевышний в этот раз приготовит? То вышли из праздника, синуара убили. А что, думаю, сейчас? Но вот так в этот, после шабата мы вышли, такого, чтобы прямо вот, знаете, как уровня убийства злодея синуара не было. Это было самое, самое приятное за последние, наверное, месяцы новость. Хорошо, друзья. И вот мы возвращаемся к нашей рутине, можно сказать, да, то есть мы изучаем великую мудрость Сириаса Муна, мудрейшего из людей. Мы изучаем его мудрость, и для нас это уже стало, можно сказать, рутиной. И это прекрасно, потому что мало кто в мире вообще может себе это позволить. Утром проснуться, да, открыть экклезиаст, открыть экклезиаст и спокойненько прочитать. Значит, мы находимся сейчас в конце пятой главы. Конец пятой главы. И нам сказал, да, нам сказал царь Самон до этого, что бизнесмен, он все время в темноте кушает, и у него много, много у него гнева и раздражения. Значит, что нам вместо этого предлагает царь Самон? Вместо этого он нам предложил простую такую схему. Вот что видел я хорошего в жизни. Да, это мы на этом закончили. Он говорит, что прекрасно говорит, кушать и пить, и видит добро во всем своем труде, что трудишься под солнцем считанные дни жизни своей, который дал всесильный ему, потому что это его удел. Значит, Свящий дал каждому из нас, дал какой-то удел, делянку такую, да, на земле. И эта делянка, которую он дал каждому из нас, она, в принципе, очень простая. Да, там, так Всевышний сделал, чтобы все в этом мире складывалось в пазл, в определенный пазл. Например, там, Дмитрий Латуха обрабатывает землю, да, Азиз Озель выращивает апельсины, например, да. Значит, Виталий Амельчук, он эти апельсины, значит, делает из них сок. А Валерий Фокс его пьет. Все, все понятно. У каждого есть свой, как бы, пазл в этом мире. Если человек находит свой пазл, хелок свой, да, свою долю, свой удел, и он в этом своем уделе, он действует. При этом он кушает, пьет, наслаждается видами. Всевышний дал нам прекрасные виды, облака красивые, звезды, солнце, деревья, птицы летают. В принципе, каждый мог бы жить и наслаждаться своим вот этим вот уделом. Дальше пишет он, вот, и мы начинаем сегодня новое, да. Гам Коля Дам, Ашерна Танло, Элаим Ошер. И также каждый человек, которому всесильный Бог, дал ему богатство и имущество. Вэйшли Толи Хольмимэна, и дал ему власть кушать от этого. Да, дал ему возможность кушать от этого. Вэля Сэдет Хэлко. И нести свой удел, и радоваться Бэамало, и радоваться своему труду. Зэ Мататэ Лоими. Это подарок от Бога. То есть, что у нас, что мы здесь видим? Значит, первое, до этого мы на этом закончили. То, что доступно каждому. Это доступно абсолютно каждому. Что видел я, хорошее, которое прекрасно сделал Всевышний Лэй Хольвэлли Штод. Кушать и пить. Значит, вот у меня был один приятель. Он жил в Германии два года на пособие. Жил он там на пособие. И вот он рассказывал, как он там жил на пособие. Он говорит, я, значит, жил на пособие. В принципе, мне работать не надо было. Пособие маленькое. Снимал я где-то комнату какую-то, да. Значит, и с утра приходил я в магазин овощной турецкий и выбирал себе овощи. Выбирал я себе самые лучшие овощи. Там помидорчик, огурчик, какие-то травки. Вот это самое. Выбирал. Потом шел, значит, и готовил себе такие я себе готовил салаты. Там такую я себе готовил еду, что просто вообще здоровая, красивая. И кайфовал. Потом, значит, выходил после этого из дома. И гулял, наслаждался видами. А он фотограф был. Фотографировал, там все. Потом, значит, что... Ну, так у него прошло два года в Германии. Но ему было это недостаточно. И он поехал дальше куда-то искать себя. Женился. Не женился, там, начал женщина жить. А тут интересно. Помните, как первый человек, Адам, когда он был в раю, то он был такой, тоже сидел, наслаждался раем. А потом Всевышний сказал, плохо человеку быть одному, дал ему жену. Жена сразу сказала, что он недостаточно, мало. Вот тут вот, значит, не хватает нам этого. Тут надо сесть с плота, дерева, познания добра и зла, чтобы стать как всесильные, знающими добро и зло. У него тоже, кстати, его вот этот вот рай закончился с тем, что он начал жить с какой-то женщиной. Сразу понял, что ему все плохо, все не хватает. И дальше он и с ней разошелся. И, значит, и уехал из Германии. Вот это вот кушать и пить, и видеть добро в своем труде, в каждом своем труде. Это доступно каждому. Но если дал ему Гам, Коля, Дам, Ашерна, Тан, Ло, Эла, Им, Ошер, Вен, Хасим. Но теперь есть человек, которому Бог дал имущество, богатство и имущество. Значит, тут случается такая вещь. Вот, например, человек начинает фотографировать. Вот этот вот, я знал одного фотографа. Он тоже из Харькова, кстати, да, из Харькова, мой земляк. Борис Михайлов его зовут. И он в Харькове фотографировал, фотографировал, фотографировал. Тоже уехал в Германию. И в Германии Борис Михайлов стал один из самых известных фотографов в мире. То есть, он, самую большую его фотографию продали за 900 тысяч долларов. То есть, он и тот фотографировал, тот тоже был фотограф из Харькова. И Михайлов фотографировал. Только у Михайлова, например, значит, ему, его фотографии, выставки, ему дали там звание, какой-то орден, крест какой-то немецкий. Стал он там почетным гражданином Германии, каким-то все. И по музеям его фотографии начали раскупать. И одну фотографию, одну из фотографий продали за 900 тысяч долларов. Вот здесь это 18-й отрывок в 6-й главе, в 5-й главе. И каждый человек, которому дал всесильные богатства и имущества. И дальше начинается другой вопрос. Вы ишли то, лейхольми мэна. И дал ему власть кушать от этого. Бывает, что человеку, например, всесильный дал богатство и имущество, а кушать от них он не может. В какую ситуацию он от них не может кушать? Разные бывают ситуации. Бывают у человека деньги есть, а он больной. Диабет, какая-нибудь там язва, желудка, все. И он не может кушать от этого. Бывает страшнее ситуация. Вот я сейчас вспоминаю, в Америке был один из самых больших спонсоров Рава Гольчмита, вот этой вот системы. Не помню сейчас, как его звали. У него была фармацевтическая крупная компания. И тоже сахарный диабет, кстати. И он был очень влиятельный, такой почти олигарх. А потом его вот посадили, он сидит, и он сидит, и жена его сидит в тюрьме. И у него сахарный диабет, и прямо опасность для его жизни в тюрьме. То есть, это тоже бывают такие ситуации. Вот никто не помнит, на США как-то была у него фамилия. Его дочка была замужем за Баскова. Тоже такое вдруг, мне вспомнил. Факт. Такое есть в Америке, не в Америке, в России олигарх, наша его фамилия. Дай Бог, чтобы его отпустили. Или Игорь Валерьевич тоже сидит в тюрьме, чтобы его тоже выпустили. Потому что, в принципе, люди, которые стремятся заработать деньги, они, ну, просто стремятся заработать деньги. Потом их обычно садят не за преступление, а другие люди, которые хотят забрать их деньги, обычно их за это и садят. Хорошо, так говорит царь Соломон в 18-м отрывке. Каждый человек, которому дал ему Бог богатство и имущество, и дал ему власть кушать от этого, вылезать этот холко и продолжать нести свой удел. Вот тут как раз очень интересно. Значит, я вчера только читал, есть такая блогерша известная, ее зовут Митрошина. Митрошина, Саша Митрошина. Она реально такая девушка, которая очень классно вела блог. Журналистка по профессии, но она в нужный момент зашла в Инстаграм, и она очень классно, вообще круто, так она вела блог свой и ведет блог. Миллионы подписчиков у нее все. И она зарабатывала, учила, как вести блоги. Заработала. Но не училась же она, как платить налоги. И у нее, значит, там 300 миллионов рублей ей присудили, штрафы, 100 миллионов, еще штрафы. В общем, почти 4 миллиона долларов она должна была выплатить за неправильное ведение бухгалтерии. Она же не бухгалтер, ей Шпидель, фамилия вот этого, да, Шпидель, который сидит в тюрьме. А это Саша Митрошина. Вот она вчера описала свою жизненную ситуацию. И за штрафы, за налоги отдала она все, что у нее было. Ничего у нее не осталось. Теперь она уже вложила деньги в какие-то бизнесы. И в этих бизнесах, это не ее бизнесы, она вообще не бизнесменша. Она журналистка и блогерша. В этом ее талант, в этом ее, то, что называется, удел. У каждого человека есть свой удел, надел, талант, признание, призвание, предназначение. То, где он как рыба в воде, там, где он в потоке, там, где он кайфует от процесса. Но если человеку уже Бог дает в этом имущество и деньги, то обычно люди, они съезжают со своего пути и начинают куда-то инвестировать, куда-то вкладывать, заниматься какими-то бизнесами. И обычно тут они все и теряют. И вот она, значит, сейчас пытается операционно управлять, какими своими студиями танцевами она открыла. Она вообще операционно не умеет этим управлять. Она 12 часов в день на работе. Писать она не пишет. В общем, вот так у людей рассыпается жизнь. Теперь царь Соломон, мудрейший из людей, нам сказал в 18-м отрывке 5-й главы Экклезиаста. Он говорит так. Каждый человек, который дает ему всесильные богатства и имущества и дает ему возможность продолжать кушать от этого, не посадили его в тюрьму, не оштрафовали, деньги не забрали, и нести свой удел. Обычно люди в этот момент, они почему-то бросают то, к чему у них талант. А тут они заработали, тут они кайфанули, а тут они все, о, уже не хочу этим заниматься, хочу пассивный доход. Ты в этом мире для того, чтобы делать, реализовать свой талант на пользу других людей. Это одна из функций каждого человека. Почему ты это бросаешь? И как только ты бросаешь, в Элисму Акбамало, ты уже не можешь радоваться своему труду. Значит, есть такой психолог Михай Чиксент Михай. Он открыл, что если человек занимается тем, что для него важно, тем, что у него, есть ему к этому призвание, предназначение, и занимается этим правильно, я взял, изучил эту систему, ввел 10 шагов к счастью. Это шаг называется смысл и ценности, успехи и убеждения, и планы цели. СУП. Вот это основа для счастья. Это выстроить три вот этих вот составляющих, чтобы найти свое предназначение, понять его, и в нем совершенствоваться день за днем. И тогда ты, и тогда ты, когда это делаешь, именно в своем предназначении, ты попадаешь в состояние потока. Ты не устаешь, тебе нравится, ты кайфуешь от процесса. И вот он говорит, Лисмо Акба Амало, тот, кто может даже при богатстве, даже при имуществе, продолжать заниматься тем, чем у него талант, и нести, вот продолжать этим заниматься, и не сбиваться с этого, да, и продолжать радоваться своему тяжелому труду. Вот я вам, мое призвание это учиться и обучать. Я это для себя понял, и я этим занимаюсь. Теперь бывали у меня периоды в жизни, когда я занимался, начинал заниматься бизнесом, да, то есть я вместо того, чтобы самому учиться и обучать, я занимался продюсированием, компанией управлял, там и так далее. И я просто каждый вечер был выжатый, я был все время недовольный, вот он до этого описал ситуацию, гнев, раздражение, ну, то есть управлять, управлять и обучать, это разные абсолютно призвания. Есть люди, которые как рыбы в воде, им нравится, они любят менеджерить, они любят вот это вот, работа топ-менеджера, это 90% времени заниматься с людьми, вникать, подбирать специалистов, поддерживать их, соединять их, интегрировать, там и так далее. Есть люди, живут этим, а для кого-то это каторга, или для меня кайф учиться, я обожаю учиться, мне все, дай с книгой посидеть, все как бы разобрать по полочкам и рассказать это, это мой кайф, я это люблю, обожаю, еще запомнить, применить, самому тренироваться и других обучать. Это тяжелое, это омаль, то есть это, если это делать по-настоящему, то это тяжело. Теперь говорит Зарсамон, еще раз, давайте вдумаемся, 18-й отрывок. Также каждый человек, которому дал ему всесильные богатства и имущества и дал ему возможность кушать от этого, вылесетет хелко и нести свой удел, продолжать, вылесмуах бамало и радоваться своему изнуряющему труду, зэма татэлэймия, это подарок от Бога. Мы видим, что есть многие, например, артисты, которые там, Ширвин тот же, да, до 80 лет, он уже еле ходит, он все там играл, сколько есть артистов, которые там 80-90 лет, артисты, певцы, все, они прям, это их призвание, они играют. А если бы они занимались другим трудом, то они бы через год бы исчезли бы, потому что, если ты занимаешься не своим, то это человек, как сказать, ну, это убирает его силу. Значит, если ты занимаешься своим и радуешься, и кушаешь, и все, то это тоже подарок от Бога. То есть, все, что есть у человека хорошего в жизни, надо рассматривать как подарок от Бога. И почему? 19-й отрывок, последний отрывок в этой главе. Потому что немного будет человек помнить дни своей жизни, что всесильный отвечает ему по радости его сердца, радостью его сердца. Смотрите, что получается. Вот как живет человек. Просыпается человек утром, обычный человек, и у него в голове обычно на автомате, его голова, она направлена туда, его мышление, его внимание. Где у него проблема? Значит, он, особенно если он сразу открывает соцсети, то сразу же его внимание привлекают кликабельные заголовки все, что связано с опасностью, страшной проблемой. Или в его жизни он обращает внимание туда, где проблема. Теперь, если я погружаюсь в проблемы, мой мозг, он, как бы, погружаясь в этот деготь, он в нем начинает, он его, как бы, напитывает своим вниманием и наполняется сам этим негативом. Теперь, если ум наполняется негативом, то он тогда проецирует на будущее, что будет негатив. Так появляются пессимисты, так появляются эти люди, которые потом становятся депрессивными и обездоленными и несчастными, да? То есть, он сегодня видит полупустые стаканы, он сам замотался в ложку дегтя, он в прошлом своем вспоминает только негативные моменты, и понятное дело, что мозг на будущее проецирует такой же негатив. В итоге человек что чувствует? Чувствует себя плохо. В итоге, как ему отвечает всесильный? Всесильный это ответ. Бог это ответ, как мы в первой же главе учили, что Бог создал этот мир для нот человеку ему отвечать или изнурять то же самое слово. Что получается? Если человек думает плохо, негативно, то тогда какой он получает ответ? Плохой и негативный? Самосбывающееся пророчество. Это то, что сейчас называют фильм секрет, думай хорошо, будет хорошо. Это основа Тора, основа Каэлита, Экклезиаста. Если человек умеет радоваться тому, что у него есть, если человек умеет вот этот оптимист такой позитивный, который видит эти все бочки меда, который просто радуется свету, значит, радуется еде, которую он кушает, радуется уроку Торы, радуется тому, что он видит, слышит и так далее, ему ки аэлоим маане басимкат лебо, Бог ему отвечает по радости его сердца. То есть, если у тебя радость в сердце, ты, как следствие, а что дальше будет? Конечно, радость. А что в прошлом было? Да, конечно, радость. А почему? Да, потому что ты сегодня умеешь увидеть радость, так всесильный, как бы реальность, которая вне тебя, всесильный, это Бог, Творец Мироздания, который всем управляет. Он тебе маане басимкат лебо, он тебе отвечает по радости твоего сердца. Радость есть у тебя в сердце, значит, Бог тебе отвечает радостью снаружи. Вот так оно работает. Поэтому он пишет, царь Самон, что нет никакого смысла грузиться, вспоминать плохое, видеть плохое. Смысла нет, потому что человек таким способом, он это плохое как бы сам создает и сам на себя его притягивает. Значит, завтра будем продолжать с Божьей помощью учить уже шестую главу. Значит, сегодня мы закончили пятую главу. Видите, как хорошо. Закончили пятую главу. Уже есть чему радоваться. Есть у нас еще одна волшебная книжечка. Сегодня у нас 18-й урок Ниди Хэппинес. Раби Зелик Плистин Хэппинес. И вот сегодняшний 18-й урок очень сильно сочетается. Вот прямо Дамир Партнер задает вопрос, как увеличить радость сердца? А отвечает Раби Зелик Плистин прям напрямую Do you enjoy? Он заотвечает по-еврести вопросом на вопрос. А чему вы радуетесь? Вот Дамир говорит, как мне увеличить радость сердца? А ему отвечает Раби Зелик Плистин А чему вы радуетесь? Хэппинес значит is doing the things you enjoy enjoy doing enjoy the things that you do. Значит, что имеется в виду? Вот это вот хэппинес счастья это делать те вещи, которые доставляют тебе радости, которые ты любишь делать. Логично? Логично. Теперь нужно радоваться тем вещам, которые ты делаешь. Значит, тот человек, который он мастер создания счастливой жизни, значит, он будет себе развивать обилики, возможность находить смысл и удовольствие и значимость в том, что он делает в своих ежедневных активностях. Например, он нам дает два совета. Первый совет, он говорит, в тех вещах, которые ты делаешь, находи радость. Второе, составь лист вещей, которые ты уже любишь делать и делай их как можно больше. То есть, из чего состоит жизнь человека? Вот, например, приведу пример. Вот я утром проснулся, проснулся утром, мне нужно с утра сделать зарядку, например, да? Или вот самая неприятная вещь, которую я за сегодня утром делал, это холодный душ. Это вообще, ну, это дико неприятная вещь, страх. И вот я, значит, становлюсь под этот холодный душ и думаю, вот как вообще полезно это, да? Вот сейчас я под этим холодным душем постою и у меня прямо реально жизнь улучшится. То есть, я беру неприятную вещь и нахожу в ней смысл, чтобы сделать ее осмысленной и приятной. Потом, после этого, например, идти утром молиться в синагогу. Тоже ехать, идти, там, то, все. Ну, то есть, это, я думаю, классно, помолюсь в меня, не это же для меня важно, в этом смысл. То есть, те вещи, которые они сами по себе не доставляют удовольствия, тебе нужно их наполнить удовольствием. Но, есть, например, список у каждого из нас вещей, которые мы, да, любим делать. Например, я люблю кофе, да? Вот, все, значит, я спокойненько уже с утра выпил две чашки кофе. Раз, два, да, две чашки эспрессо выпил кофе уже. И, это вещи, которые я люблю делать. То есть, жизнь состоит из того, что те вещи, которые ты не любишь делать, ты наполняешь смыслом и радостью. То есть, ты должен прямо выбрать, сделать счастье своей целью. и как говорил Лев Толстой, да, он говорил так, Лев Толстой, вот прямо хотите послушать, как он говорил? А, не получится, это у меня в телеграме тоже, есть у меня цитата, да? В общем, он говорил так, хочешь быть счастливым? Будем. Вот такой вот был Лев Толстой, прям очень четко он сказал, да? Четко и понятно, коротко и понятно. Хочешь быть счастливым? Будем. Значит, и когда вы, когда вы с таким подходом подходите к жизни, Лев Толстой said, if you want to be happy, be. Вот так он говорил. Понятно? Поэтому тот, кто хочет быть happy, он будет. Или вот, например, хорошая цитата, Эндрю Хепберн, такой человек был, говорит, said, the most important thing is to enjoy your life, to be happy. It's all that matters. Он говорит, самая большая, самая главная вещь, самая важная вещь для того, чтобы наслаждаться жизнью, это быть счастливым. Это главное, что имеет значение. Хотите научиться, значит, есть 10 шагов к счастью. Я как раз над этим работал, создал 10 шагов к счастью. Система огонь. То есть, прямо делаешь эти 10 шагов и, значит, и что? И становишься счастливым. Да, здоровье, это самое важное. То есть, тут это, конечно, здесь очень это действительно ситуация, когда у человека он нездоров, то он, то он, тот, кто нездоров, ему очень тяжело быть счастливым. У него вся его, как бы, организм, все оно в яме находится. Но тут есть обратная тоже связь. Это доказали ученые, что когда человек находится в состоянии счастья, то его иммунитет, он поднимается, то есть, он выздоравливает, когда у него, когда у него он счастливый. Поэтому, одно из самых лучших лекарств, которые можно посоветовать тому человеку, который в части, один из лучших способов молитвы Всевышнему, это благодарность. То есть, прям конкретно тот, кто болеет, не дай Бог, чтобы он выздоровел, чтобы было полное выздоровление. Но для него есть конкретное лекарство. Благодарить, вот пока он болеет, прям спасибо за то, там, у него какая-то часть тела болеет, спасибо за остальные части тела, что не болеют, спасибо за все, что было. Прямо сесть и восстановить свою всю жизнь, за что недоблагодарил, и благодарить, благодарить, благодарить Всевышнего за все, что было, и пообещать Всевышнему в дальнейшем, после выздоровления, уже быть благодарным. То есть, радоваться жизни. И это лучшее лекарство, которое только может быть, это вот эта вот благодарность. То есть, оно дает силы организму, оно соединяет благодарность со Всевышним. Через благодарность Ты входишь совершенно в другое эмоциональное состояние и доказано учеными, конкретно есть исследование позитивной психологии, что благодарность повышает иммунитет, благодарность защищает от инфекционных заболеваний и благодарные люди, которые начинают практиковать благодарность, у них риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в 9 раз меньше, чем у тех, которые не практикуют благодарность. Это было прямо исследование, позитивная психология это научный метод, экспериментальный и они проводили исследование, вот есть люди у кого первый инфаркт и второй инфаркт, обычно второй инфаркт он бывает причиной смерти и брали людей после первого инфаркта и им предлагали заниматься благодарностью ежедневно, ежедневно перед сном благодарить, в течение дня благодарить, то есть поменять свое мышление на то, чтобы искать полуполные стаканы и на них фиксироваться. И через 10 лет те, кто практиковали благодарность, их было в живых в 9 раз больше, чем те, кто не практиковали. Есть же люди такие, он болен, не болен, он все равно будет все ненавидеть, ничего делать не будет и так далее. Вот те, кто начали практиковать благодарность, в течение 10 лет их осталось в живых в 9 раз больше, чем тех, которые не практиковали благодарность. Поэтому это очень важная причина задуматься и действительно, это даже не задуматься, это факт. И все люди у кого есть сейчас какие-то проблемы со здоровьем или те, кто хотят их избежать, прямо с сегодняшнего дня начинают благодарить Всевышнего за все, что есть, перед сном благодарить и 90% времени находиться в состоянии благодарности, фиксации и признания того хорошего, что есть у вас в жизни. И это ответ на то, чтобы как быть здоровым, это значит, как быть богатым, как быть счастливым. Первый ответ на все это одно слово, благодарность. Дальше есть еще 9 шагов к счастью, посмотрите, happiness for people, там я рассказываю про 10 шагов к счастью, и значит есть еще 9 шагов. Леодот, да, благодарить это Леодот. Израиль это Еудим, от слова благодарящие. Благодарящие, прославляющие Всевышнего, это как основа иудаизма, и само имя Иуда, это его мама, когда он родился, она сказала, в этот раз вас благодарю Всевышнего, поэтому и дали ему имя Иуда, благодарить. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью встречаемся завтра, и в заслугу, чтобы тех, кто учит Тору и хочет приблизиться ко Всевышнему, и приближается к нему через ворота благодарности за все, что есть, чтобы Всевышний восполнил каждому то, что ему не хватает. Кому не хватает здоровья, получит здоровье, кому денег, получит деньги, кому не хватает там жены отношений, получит жену отношений. Все, всем удачи, до завтра.